Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Вырастить мы вырастили красиво цветущие кустарники, а теперь будем говорить о том, как за ними ухаживать, а именно как их подкармливать. Понятное дело, что все растения требуют подкормки в разной степени. И в зависимости от времени сезона, от поры вегетативного сезона, различный к ним подход. К сожалению, единый рецепт подкормки красиво цветущих кустарников я выдать вам не могу, как и никто другой. Но я могу заострить ваше внимание на том, что различные кустарники требуют различных подкормок. Потому что некоторые уже к началу лета отцвели. Кто-то только начинает зацветать, кто-то даже еще и не думает зацветать, а кто-то зацветет где-нибудь в конце августа месяца. Поэтому и подкормка, содержание компонентов будет различная. Вот просьба при уходе обращать на это внимание. Естественно, что весной, когда мы подкармливали, делали стартовую подкормку, то мы делали все-таки упор на азотное удобрение. Либо чтобы в составе комплексного удобрения преобладал азот. Мы сделали такой старт. Но хочу сказать вам, заметить то, что комплексные удобрения, которые присутствуют на нашем рынке, они все равно, даже те, которые сориентированы по фазам роста, они все равно содержат в своем составе азот. Пусть вас это не смущает. Там его будет совсем немного. И это никак не помешает растению. Наоборот, будет стимулировать его рост и состояние листовой массы, и в целом всего растения в хорошем состоянии. И содержится азота 6-10% по действующему веществу. Промышленность не стоит на месте. И поэтому, кроме каких-то моноудобрений, она, конечно же, нам предлагает одиночные удобрения. Например, калийное или магниевое удобрение. Поэтому, кроме комплексных удобрений, если у вас в доступе нет, либо вы хотите сами своими руками сделать, то можно собрать различные отдельные компоненты и самому сделать такое удобрение. Например, мы можем взять суперфосфат в соответствии с концентрацией. Мы можем взять сульфат калия и составить такую композицию, такой компот. И затем подкармливать. Естественно, что следующий этап, если растение отсвело, допустим, цветение его наблюдалось в апреле-майе месяце, после цветения мы снижаем дозу азотных удобрений. Делаем упор на фосфорные и калийные. Фосфорные удобрения нам нужны для того, чтобы укреплялось. Фосфор действует на корневую систему, на ее вызревание, на ее хорошее формирование. И, естественно, на запасание различных питательных веществ и проведение их выше и дальше, и дальше, и дальше. Калийное удобрение для чего надо? Калийное удобрение надо для того, чтобы вызревала кора и молодые побеги. Потому что если у нас будет недостаток калийных удобрений, то побеги не успеют вызреть к концу сезона, и тогда они все непременно вымерзнут за зиму. И вот, как видите, барбарис уже отцвел, а калийна бульденеш еще только в полном-полном цвету. Естественно, что здесь я уже буду применять удобрения фосфорно-калийные для того, чтобы и плодики завязывались, и для того, чтобы происходило постепенное вызревание наших стеблей. Ну, не стоит забывать о том, что, как я вам когда-то говорила, обращала внимание на микроудобрения. В составе многих комплексных удобрений, таких как суперфосфат, они уже присутствуют. Там присутствует бор, там присутствует сера, там присутствует кальций в суперфосфате. Поэтому суперфосфат – очень хорошее удобрение. И есть еще двойной суперфосфат, где увеличена доза фосфора. Допустим, наличие бора в удобрении будет способствовать увеличению цветочных завязей и, естественно, увеличению в дальнейшем плодов. Если это мы будем говорить не о красиво цветущих кустарниках, которые тоже дают, допустим, барбарис, тоже хорошо заполучить свои плодики. Железо. Надо не забывать о том, что когда его отсутствие, то сразу по растению видно, что не хватает железа. Видно по листовой пластинке. Она, как говорят, хлорозная даже в отношении других случаев. Говорят, хлорозный вид какой-то. Это значит, что будет бледная, как будто бы выгоревшая листовая пластинка, и при этом будут сохраняться зеленые, средние и боковые прожилки. Не забывайте про магниевые удобрения. Сульфат магния применяйте. Применяйте препараты с содержанием серы и, конечно же, с содержанием меди, потому что медь будет способствовать тому, что растениям будет меньше подвергаться вырабатываться иммунитет против различных заболеваний, особенно грибковые. Затем обращаю ваше внимание на то, что если вы в текущем сезоне решили посадить какой-то красиво цветущий кустарник, то не увлекайтесь все-таки органикой. Органика – это будет вторая часть нашей истории про подкормки. Но здесь я расскажу о том, что когда мы выкапываем яму, выкапываем ее по рекомендациям, допустим, 50 на 50 или 60 на 60, и усиленно заправляем органикой, сажаем туда растения, и получается дисбаланс между окружающей почвой и почвой, которая непосредственно в нашей посадочной яме. И тогда корневая система вновь прибывшего растения в эту посадочную яму, она и будет здесь гулять, то есть она не захочет уходить куда-то дальше, потому что получается такой дисбаланс между вот этим локальным местом и основной почвой. Поэтому не следует перебарщивать с органическими удобрениями. Итак, вторая часть – это органические удобрения. Органические удобрения – это в первую очередь навоз. Навоз может быть и куриный, и может быть коровий. Ну, лошадиный, он такой слабо богатый азотом, правда, под сплошную перекопку осеннюю его можно вносить, потому что он хорошо оккультуривает почву, обогащает ее и делает ее рыхлой. Коровый навоз можно использовать даже свежий. Берем два ведра навоза, пять ведер воды, заливаем в соответствующую емкость и настаиваем в течение 5-7 дней. Затем вот этот наш такой бодяжий напиток, мы берем 2 литра, размешиваем в 10 литрах воды, то есть ведро воды, и поливаем этим настоем вокруг куста. Не стоит лить наверх, не стоит лить просто куда-то там под корень. На метр квадратный у нас уйдет 15-20 литров такого компота. Если мы используем птичий помет, то там еще в два раза меньше мы всего разбавляем, и таким же образом проливаем. Можно делать канавки вокруг, проекции кроны. Вот проекция кроны и крона – это то, что представляет наш кустик. Проекция мы опускаем руки вниз, не в плане трудоспособности, а в плане кроны, и делаем там канавочку. В эту канавочку заливаем, рыхлим, засыпаем. Можно использовать мульчирование. Тогда органические удобрения во влажных условиях, когда постоянно сохраняется влага, будут очень хорошо работать с почвенными бактериями, и все это будет плодотворно. Такая вот магия там будет совершаться почвенная под нашей мульчирующей прослойкой. Еще одно органическое удобрение – это, конечно же, зола, которая у нас имеется всегда от наших дачных посиделок. Берем два стакана золы, либо пол-литровую банку, два стакана сверху. Заливаем пятью литрами кипяточка, настаиваем в течение трех суток, и после этого разводим, доводим до 10 литров. И вот можно вокруг проливать. Если в два раза разбавить концентрацию, то можно и поверху зола в плане азота, так как себе удобрение. А вот в плане других микроэлементов, особенно калия, она очень богата калием. Калий замечательно действует на листовую пластинку и на всякие прочие процессы, которые происходят в физиологии растения. Но помните, что не стоит увлекаться зольными подкормками растений, которым требуется кислая реакция. Это наши любимые рододендроны, это азалии, ну и некоторые другие культуры, которым требуется, чтобы почвенная реакция оставалась кислой. Но хочу вас обрадовать, что даже если вы проведете весеннюю подкормку, то большинство растений, которые не относятся к таким специфическим, как рододендроны или азалии, то они вполне себе будут расти и цвести. Потому что, когда почва подготовлена, направлена перед посадкой, то растению хватает этого запаса стартового на 3-4 года. Поэтому все равно возвращаюсь, отматываю все наши действия в прошлое, о том, что агротехника – это наше все. И снова же, хочу вам вспомнить такой момент, когда мы сажаем в глинистую почву, это вот входит в агротехнику, мы выкапываем яму, и края ямы, они как бы получаются остекленевшие. И корневая система не сможет свободно прорастать. И как бы мы ни поливали это растение удобрениями всякими, и вот увидим, что там есть листовая пластинка, и все не так, за счет того, что не будут поступать питательные вещества другие, мы не получим хорошего, здорового растения и красивого цветения. Либо если почвенная реакция нашей среды будет кислая, то снова же все удобрения, макро- и микроудобрения, которые мы будем в изобилие добавлять, они не будут поступать в само растение и к листовому аппарату. И снова же растение будет чувствовать себя угнетенно. Поэтому надо учитывать при подкормках все факторы. И почвенную реакцию, и содержание, возможно, по каким-то признакам питательных веществ в почве. Мы же можем понимать, что наша почва богатая, либо оскудненная. Об этом нам будет говорить состав почвы. Если песчаная, значит, конечно же, она скудная, все будет из нее вымываться. И поэтому подкормок надо проводить немножко больше и тщательно к этому вопросу подходить. Ну и мне кажется, что вот учитывая такие моменты, вы добьетесь непременно результата. Не стоит зацикливаться на органике, потому что органика хорошо тоже в меру. Поэтому будем чередовать органические и минеральные удобрения в течение сезона. То есть одну подкормку мы делаем органическими удобрениями. И через две недели мы делаем подкормку минеральными удобрениями в соответствии с сезоном, состоянием растения. Цветет оно, либо только собирается цвести. И то, что касается внекорневых подкормках, это замечательно. Это такая вот скорая помощь, когда мы видим, что что-то происходит не так, или нам кажется, что растение не очень себя здорово чувствует. Внекорневая подкормка – это замечательно. Но она ни в коем случае не заменяет корневую подкормку. Вот три основных правила. Мы соблюдаем агротехнику, очередуем подкормки и делаем внекорневые подкормки. Да будет всем нам счастье! Комментарии пишите туда, лайки ставьте там. До новых встреч! Все у нас получится!